Приветствую вас и как-то показалось мне, что не совсем к психологам вы обращались правильно, задавая свой вопрос. Дело в том, что запрос, как укрепить веру, это по большому счету запрос не к психологу, а запрос это по большому счету к священнику, который не является точно своего рода психологом, но только ориентированным в большей степени на религию, способен был бы вам с учетом теологических знаний предоставить всю информацию относительно того, как вам можно укрепить веру в контексте той религии, к которой вы относитесь. Психологи же обычно предпочитают конкретизировать сам вопрос, то есть как укрепить веру во что, и психология, являясь наукой, не подразумевает того факта, что имеет какое-то практическое значение вера в некое божественное, в нечто божественное. Потому что, опять же, с точки зрения психологии, если человек верит в нечто божественное, то он как бы через веру снимает часть ответственности из себя, оправдывая и свои какие-то ошибки с помощью веры, и с другой стороны, значит, обесценивая свои достижения, опять же, с помощью веры. И данный подход не является чем-то правильным с точки зрения, опять же, психологии, как науки. Естественно, я не могу знать веру во что именно вы хотите укрепить, потому что мой вопрос вы задали очень кратко. Поэтому, отталкиваться в своем ответе я буду на психологическое знание, и не на привязку вашего вопроса к какой-либо религии. То есть, по большому счету, это не важно. Это не важно. Значит, что такое вера вообще? Вера – это убеждение, что определенная система ценностей, будь то христианская, будь то мусульманская, будь то какая-нибудь еще, определенная система ценностей очень полно, четко регулирует человеческое поведение и отношения между людьми. И, соответственно, вера теряется тогда, когда человек перестает, во-первых, видеть проявление этих ценностей в том, что с ним происходит, вот конкретно с ним. И, во-вторых, когда данная система ценностей перестает, по сути дела, давать ответы на вопрос. То есть, в данном случае я говорю о том, что вы, например, веря во что-то, в определенный момент времени усомнились в этой своей вере. Ну, это, опять же, нормально. Это нормально совершенно, потому что, ну, для человека, скажем так, сомневаться, иногда сомневаться в вере – это абсолютно естественное состояние. То есть, вы перестали видеть, что данная система ценностей регулирует, ну, скажем так, те отношения, которые для вас являются значимыми, те отношения, которые для вас являются важными. И вот эта система ценностей перестала, по-вашему, осуществлять регулирование. И отсюда ваши сомнения в этой вере. Что ценности, система ценностей не охватывает тот вид отношений, с которыми вы столкнулись. Соответственно, хочется сказать, что вам нужно просто подняться на уровень высшим. В данном случае. И увидеть ценность, проявление ценности там, где, на первый взгляд, по вашему мнению, их нет. Приведу вам такой пример. Предупреждаю сразу, что пример будет довольно жестоким, потому что, чтобы показать, как работает подобный механизм, необходимо гипербализировать ситуацию. Предположим, что человек совершил убийство. И понятно, что любая религия, любая вера, значит, убийство будет осуждаться. И считает, что убийца обязательно должен быть наказан. Но, предположим, что убийца не только не понёс никакого наказания, но и при этом ещё и приумножил своё состояние материальное, допустим, приумножил своё богатство. И, по сути дела, стал ещё более успешным, чем он был до этого. Естественно, в данном случае, в данной ситуации можно говорить о том, что ценности, о которых вот в данном случае я веду речь, как бы немножечко отчатнуюсь. Потому что, ну, как-никак, всё-таки по всем устоям человек должен всё-таки понести наказание. Но, никакого наказания по факту человек не понёс, и в результате вы видите, что, в общем-то, всё хорошо, и что, как бы, человек вообще живёт припевающе. Вы, естественно, начинаете сомневаться в вере. Сомневаться в, ну, скажем так, в вошедственном правосудии, допустим. То есть, какое же наказание понёс убийца, если он не, скажем так, значит, ну, не претерпел никаких негативных, опечатательных для себя последствий, довольствия он сделал. А наоборот, только приумножил вот своё состояние материальное и свою успешность. На самом деле, в данном случае ситуация с точки зрения веры, если мы говорим исключительно про веру вот в религиозном аспекте, ну, вера – это практически всегда вера в религиозный аспект, В данном случае ценность наказания, ценность, проявляющаяся в наказании в ответственном, заключается в том, что человек отдал предпочтение материальному, земному, небыховному, и тем самым присутствовал себя мёртвым. То есть, человек, который ради богатства, ради материального благосостояния готов убивать других людей, этот человек, по сути, мёртвый. И он всю жизнь обречён на то, чтобы искать источники наслаждения. И вот именно в этом заключается его как бы высшее божественное наказание. Но это далеко не всегда можно увидеть, потому что человек счастлив, чисто внешне. Человек доволен всем, чисто внешне. И кажется, что у него всё хорошо. В действительности, подобные люди никогда не бывают счастливы. Подобные люди всегда проводят свою жизнь в постоянном поиске чего-то нового, чтобы более и более сильного наслаждения. И в итоге либо умирают от болезней, либо от действий различных препаратов, в том числе и наркотиков. Вот. То есть, такие люди никогда не обретают душевную гормонию. Так или иначе. И в этом, с точки зрения религии, эти люди метающиеся. А метающийся человек не может быть счастливым. И вот с этой точки зрения, значит, данная ценность проявляется. Хотя в привычном понимании слова, никакого правосудия, никакого заказания, да, нет. И поэтому, если вы сомневаетесь в своей вере, то вы сомневаетесь в ней потому, что она не проявляет себя так, как вам кажется. То, в что вы верите, не проявляет себя так, как вам кажется правильным, как вам кажется верным. И отсюда, соответственно, возникают ваши сомнения. Если вы перестанете ориентироваться в своем отношении, в своих взглядах, на вот как раз свои представления о том, как вера должна себя проявлять, и как то, во что вы верите, должно себя проявлять. А просто посмотрите на ситуацию максимально полно, максимально всесторонне, то вы увидите, что есть некая высшая справедливость. То есть справедливость, находящаяся выше общественных норм, скажем так. И вот в них как раз таки и проявляется то самое вот божественное проведение, если угодно. Если вы говорите про веру в веру в себя, более близкую для психологии, то всегда надо бы верить в себя, ну и на, во-первых, стараться стремиться к единству ваших ценностей, именно ваших ценностей, и поведения, ориентированного на эти ценностей, тогда вы будете чувствовать, что вы идете своим путем, правильным и адекватным для вас, и сомниваться в себе вы не будете. Вот такой небольшой ответ на ваш вопрос, значит, на тему того, как укрепить свою веру. Вопрос, то есть вопрос был задан довольно общим, был задан общим, и, соответственно, ответ на него также был дан достаточно общий. Если вам понадобится поговорить об этом более детально, то выбирайте эксперта и прорабатывайте с ним те вопросы, которые у вас остались. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные ко мне у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!